Всем привет! Меня зовут Артём. Сегодня хочу поговорить об Андреем Мартыненко. Ну, вернее, про его побег с фан-встречи. Ну, вернее, про его постановочный побег с фан-встречи. Потому что, как бы это ни звучало, ну, слишком много, слишком много там постановочных процессов. Ну, именно, каким-то образом появился какой-то чувак, который разговаривает на английском. Не выпускали. И тот самый мужчина в белой рубашке мне говорит, пойдем со мной, я тебя отсюда вытащу. Кстати, его зовут Мишель. Ну, и он меня потянул. Это, как по мне, так это нанятый телохранитель, типа. Вот слишком много моментов, которые, как бы, предсказуемые. А именно, то, что этот чувак, который разговаривает на английском, его увел с толпы, он его завел в ресторан, с которого он вышел, как бы, черным ходом. Но дело в том, что я забежал туда всего лишь на секунду и выбежал через задний вход. И уже сейчас я нахожусь в абсолютно другом месте. Какой ресторан пустит тебя черным ходом? Да никакой. Потом он вышел куда-то, бежал. Если ты будешь убегать, то вряд ли ты будешь снимать себя на камеру. Но не будешь этого делать. Ибо у тебя будут немножко другие проблемы, чтобы тебя не встретили. И не догнали. Потом, когда он выбегал с очередного ресторана, кого-то искал. Перед тем, как садиться на мопед, ему его знакомый какой-то сказал, ты проебал чувак. Бегом, бегом, чувак, ты проебал. Бегом, бегом, бегом. Садятся на мопед, там сзади, на заднем фоне, появляется его знакомый, я не знаю, как их все зовут, который снимает их, как они уезжают, и идет на толпу, то есть толпа, которая снимает. Вот, потом, когда следующий момент, они садятся на такси, ловят такси какое-то, где-то в центре города Львова, наверное, опять этот чувак появляется, англоговорящий. Он за ними следит? Нет. Это, скорее всего, нанятый чувак. Все так было разыграно, что все маршруты были построены настолько, что скорее всего, я делаю вывод для себя, что это Паста-Но-Ва. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока.